Эй, кто смотрит это видео, привет, с вами Фризотик и его новый выпуск ЮДЖА, про игру Fallout New Vegas. Сам я её недавно прошёл, буквально неделю назад, о Fallout я раньше абсолютно ничего не знал. Я начал играть сразу в New Vegas, и я не мог оторваться, я сейчас прохожу третью часть, потому что New Vegas вышла, она как бы четвёртая New Vegas, а Fallout 3, всё-таки это Fallout 3, я сейчас прохожу третью часть, но не будем отклюбляться, начинаем. Вспоминая классические игры серии Fallout, в голове появляется картина огромного, тщательно проработанного мира. Наши приключения всегда были наполнены атмосферой, а некий шарм постапокалиптической Америки украшал собой все интересные путешествия протагонистов. Третья часть знаменитой серии оказалась довольно успешной, хоть и встреченной с повестными баталиями игроков со всего мира. А вот New Vegas оказался бальзам на душу для ветеранов, для игроков, незнакомых со старыми играми Fallout. Он не сильно отличался от этой части, но людям, любящие их и знающие, New Vegas позволил ощутить сильный прилив ностальгии. Множество отсылок к имён, организаций и пасхалок сделать, которые способны лишь сценаристы оригинала. В отличие от старых игр серии, происходящая в мире, пережившем ядерную войну Котерпел, довольно много изменений. На смену старым рассказам о вирусе и ядерных бомбах приходит сценарий о борьбе за стратегическую важную станцию, обеспечивающую весь New Vegas. Энергию. Это Дамба Гуверта. На одной стороне гордо стоят защитники Новой Калифорнистовой Республики, НКР. На другой рыбовладельцы и варвары, пустоши и легион Цезаря. А на третий загадочный основатель Нового Вегаса, самопоразглашённый президент Мистер Хаус. Однако до недавних пор наш протагонист не имел никакого отношения к политическим баталиям. Он просто выполнял свою непыльную работу курьера, доставляя очередную посылку. Курьер попадает в засаду неизвестной банды и остаётся умирать в могиле уже без посылки. Благо, в городке Гуд Спрингс живёт добрый робот, который находит главного героя и доставляет его к местному доктору. Док лечит героя, проводит несколько опросов. Заканчивая пролог, мы можем отправиться в свободное плавание, путешествие по постапокалиптической Америке под отличное музыкальное сопровождение. Игровой процесс, по сути, не особо изменился от третьей части, но интересные нововведения, естественно, есть. В игре появилась модернизация оружия, система репутаций, изменение навыка героя, большее количество снаряжения, а также возвращение кусачки гекконов, по которым так скучали многие любители старых игр серий. Ах да, конечно же, ещё и азартные игры. Название игры вряд ли бы фигурирует название Легаса, если бы там не было азартных игр. Вашему вниманию прилагается возможность сыграть в рулетку, блэк джек, игровые автоматы и караван. Если вам вдруг не хватает денег на остальные приключения или важные припасы и снаряжения, вы можете попытать удачу у ближайшего крупье или однорукого бандита. Кроме этого, вам остаётся по-прежнему путешествуем, изучаем разные города, стреляем, качиваем науки, занимаясь всем этим под приятную музыку до военных времён. Врагами нашего курьера будут животные-мутанты, животные-мутанты, насекомые и естественные люди. Кроме обычных, обиженных на жизнь бандитов и рейдеров в игре, работает система «ты мне, я тебе», технически называемая «репутация». Если вы когда-нибудь обидели или навредили одному из членов определённой организации, вам запомнят это на всю жизнь. Правда, к самой печальной ситуации, вы идёте постепенно, начиная от того, что к вам приклядываются, дабы вы не натворили ничего плохого, заканчивая объявлением вас во враги народа. Однако, если вы сделали что-то хорошее и доброе, об этом, естественно, не забудут. Ну что ж, Fallout New Vegas — это не только новая часть серии, это то, что можно проходить только ради ностальгической тоски по старым Fallout. Я описал только часть того, что вас ждёт, потому что такой огромный мир довольно трудно описать целиком. Могу с уверенностью сказать вам, что если вы любите хорошее RPG, скучаете по старым играм серии Fallout, то Fallout New Vegas — игра для вас. Так что начинайте игру, берите способность «Дикопустошь», которая добавляет множество отсылок и пасхалок, и следуйте к пустыне махали. Ну а это наш выпуск подошёл к концу. С вами был Фризотик. Если вам понравился этот выпуск, то ставьте лайк. В следующем выпуске я расскажу вам об игре... Об игре! Я вам скажу об игре либо Murdered, что я забыл сделать, либо же об игре The Last of Us. Там ещё есть Wolfenstein The New Order, ну так, для идейки, чтобы записать. И Sniper 3, что ли, или как он там называется, Sniper Elite 3, что ли. Ну где-то, как-то-то, ну вы сами, вы лучше меня знаете. В общем, ждите, всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok